Мафия The City of Lost Heaven В этом видео не будет примеров по типу в первой миссии можно не только уехать от бойцов Морелла, но и избавиться от них, причем разными способами. Нет. В основном я расскажу о деталях, которые хоть на что-то да повлияют в сюжетном или геймплейном плане. В общем, скоро увидите. Но перед началом подпишитесь, если все еще этого не сделали и поставьте свои ультралайки. А в комментариях после ролика обязательно напишите, про какие детали вы не знали. Поехать! 1930-й. Вместе вечеринка с коктейлями. Неважно, проберетесь ли вы в бар Морелла по стелсу или ворветесь туда вместе с Полли. Важно, что после выполненной работы у вас будет возможность угнать из гаража гангстеров синий фалконер и перегнать его в бар Сольери. При этом драндулет, на котором мы приехали изначально, пригонит обратно наш напарник. Так у Тома в начале его карьеры появятся сразу две машины. А начиная следующую миссию, диалог с Ральфи будет меняться, в зависимости от наличия в гараже трофея. Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа. Нужны колеса. Привет. Я разобрался с тем, что ты привез мне в прошлый раз. Это хорошая машина, Том. Там почти 60 лошадей. Разгон до 75 миль в час. Четыре скорости и усилитель тормоза. Просто замечательно. Заодно посмотри, как можно украсть эту штучку. Я водил такие, когда был таксистом. Значит, я знаю, как попасть внутрь, Ральф. Около 40 лошадиных сил идет со скоростью почти 60 миль в час. Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа. Нужны колеса. Ах, да. Томми. У меня есть еще одна крошка. Около 40 лошадиных сил делает почти 60 миль в час. А при начале миссии Путана Тому снова выдают синий Фалконер. Если автомобиль не был угнан из бара Морелла, Том скажет... Старая, добрая тачка. Я водил такие, когда работал таксист. Даже ключ не был. Миссию «Непыльная работа» можно пройти так, как это задумывали разработчики. После перестрелки в мотеле нужно пуститься в погоню за гангстером, который свалил с деньгами. Догнать и убить его. Ну а если проявить дальновидность, острить колеса у его машины заранее, то, убив его возле мотеля, миссия сразу завершится. Есть еще читерный способ. Проходится задание одним убийством, того же самого гада, через окно со стороны улицы, после чего миссия будет сразу засчитана. А че так можно было, что ли? Переходим к 1932 год. После гонки и защиты Сары, Том и Полли едут на разборки с теми же самыми гопниками, от которых пришлось защищать девушку. В конце этой миссии существует несколько кат-сцен. В первой Том и Полли уже нагнали шпану, и все, что ему предстоит сделать, это избавиться от них. А во второй мы можем увидеть срежиссированную погоню по улицам Лост Хевена, итогом которой станет авария. Автомобиль хулиганов режется в стену, один из них улетит через лобовое стекло, а во второй, только выброшусь из авто, будет застрелен Полли. Согласитесь, вторая кат-сцена выглядит более эффектной, но как же ее запустить? Чтобы ее стриггерить, нужно для начала выстрелить в спину сына советника, а затем во время самой погони до выезда из Чайна Тауна держаться как можно ближе к его машине, и уникальная кат-сцена сразу запустится. В 1933-м Тому предстоит ликвидировать Фрэнка, канцельере Дона. После того, как мы находим его и пристегиваем наручниками к столбу, нужно отправиться на поиски семьи Фрэнка. Рядом с ними будет стоять телефон, по которому один из гражданских будет вызывать копов. Мы слышали выстрелы и думаем, что внутри будет безопаснее. Я не знаю, что делать. Налетчики, наверное. Ох, ох, ох. Ладно, только быстро. Если убить его до того, как он это сделает, незваные гости не появятся. Но если проигнорировать этот момент, то отправившись за билетами на самолет, придется разобраться с копами, которые уже будут в аэропорту. Про визит к ластосумам я уже несколько раз рассказывал на своем канале. Есть два пути прохождения. Тихий и шумный. Если начать стрелять во все, что движется, советник, вернувшись домой, в спешном порядке попытается покинуть его, оставив одного из своих телохранителей. А если делать все бесшумно, выключить свет в саду, прокраситься внутрь, взломав боковые двери особняка и по-тихому вскрыть сейф, советник, как ни в чем не бывало, войдет в дом, а медвежатник Сильваторе сможет угнать его машину. При этом Том научится вскрывать такие замки. В 1935-м Томми предстоит пробраться на пароход и ликвидировать городского советника. Можно самолично устроить перестрелку, отобрав у охраны оружие, а затем и ключи от каюта советника, порваться внутрь и закончить дело. А можно действовать по заранее намеченному плану, забрав револьвер из туалета и подождать, когда советник будет толкать свою торжественную речь. Интересно то, что пропустив бокальчик другой в баре, эту миссию можно пройти в состоянии алкогольного опьянения. Главное условие – это не забыть отмыть сортир и вернуть ключи от него матросу, иначе Том разоблачат и начнется перестрелка. Я узнал вас. А, это не я. После убийства Серджио предстоит взяться за Дона Морелла в миссии «Сливки общества». Устранить его можно разными способами. В первом случае можно его убить по дороге, но это еще надо постараться сделать. Два других способа проще. По канону надо ехать за ним в аэропорт, но иногда в игре происходит так, что он проезжает мимо него. Говорят, чтобы так случилось, надо держаться крайне левой полосы. Но проверить наверняка я так и не смог. В итоге Морелла подъезжает к недостроенному мосту, а наша троица таранит его автомобиль, после чего его авто падает с обрыва и взрывается вместе с пассажирами. О, Господи! Но, поехав за ним в аэропорт, как задумано, Тому предстоит расстрелять двигатели самолета, на котором он пытается улизнуть и наблюдать его крушение в лесу. Впрочем, при провале можно наблюдать, как Морелла улетит в закат, при этом миссия будет провальна. Также в ресурсах игры существует и другая сцена провала. В ней видно, как троица на все том же синем фалконере едет за Морелла на его виллу и их расстреливает охрана. Легальным образом эту катсцену получить нельзя, такой путь прохождения не был реализован в игре. В 1938 году миссия Перевыборы очень примечательна одним человеком. Рабочим, который трудился рядом с зданием тюрьмы. Если его просто проигнорировать, то после того, как Томми застрелит политика с башней старой тюрьмы, Купы уже будут ждать главного героя вместе с тем самым рабочим, чтобы обыскать. Ну вот если убить беднягу, то на выходе будет стоять катафалк и полиция, чего можно было бы избежать, спрятав тело работника в канализации. Тогда выход будет полностью чист. Также в этой миссии можно подобрать Фомку. В этом случае герой взломает дверь в мини-катсценке. Миссия чисто для разрядки. По сюжету Том и Полли угоняют грузовик. Главный герой проникает на нем в порт, где ему предстояло выкрасть ящики с сигарами. В этой миссии можно пойти примитивным путем, устроив бойню в порту, убить всю охрану, погрузить ящики и поехать к месту засады, где Полли и Сэм удивятся крутизне Тома. Ну вот я здесь и даже не надо лезть в машину. Ну ты даешь, молодец Томи. Но можно поступить и хитрее. Сначала поговорить с шефом, который даст работу герою, перенести кучу ящиков, благо в помощь можно взять двух других рабочих. После этого начальника можно отвлечь. И погрузив ящики, уносить ноги к месту засады и втроем отстреливаться от охраны. Во время ограбления банка в миссии «Небольшая халтурка» действовать надо быстро и жестко. Только тогда можно будет свалить из банка вместе с деньгами до прибытия копов. Если замешкаться, то полиция кружит здание, что перерастет перестрелку и выбраться из банка живым будет не так просто. Также в комментариях под одним из предыдущих видео по мафии мне написали, что в миссии «Декаданс» можно поехать к Желтому Питу, но все, что тебе скажут, это убирайся. А вот баг это или фича, я не знаю. Можете об этом дать знать в комментариях, если сталкивались с такой проблемой. Бонусом можно добавить про миссии Луки Бертоне. Помните тот момент, когда нужно доставить раненого из Чайна Тауна к доктору Вокуде? Если вернуться к Луке на этой же самой машине, он будет отмывать сиденье от крови. А если угнать другую, то этого действия само собой не произойдет. Вот теперь намочил мне сиденье. Подумаешь, лужится. Когда нужно угнать машину, припаркованную возле гриль-бара Роя, не обязательно убивать хозяина и полицейского гуляющего рядом. Можно за ним проследить. Он доедет прямиком до дома Томи из большой прогулки, после чего угнать ее можно без лишних свидетелей. Также в двух заданиях Луки после загородной прогулки и после того, как Том выйдет из тюрьмы, нужно предупредить его друзей о том, что за ними охотится полиция. Если ехать слишком медленно, за ними приедут копы, и шансы спасти их уменьшатся до нулевого. Вообще, есть вероятность, что это один и тот же человек. Помните, нужно угнать машину из Оукхилла от особняка богатенького плейбоя? Ее рассматривают два мужика. Если начать угонять машину у них из-под носа, они позовут охрану. Но если убедить их убраться подальше, то лишних свидетелей не будет. Вот такие нелинейности мне удалось найти в игре Мафия, которой уже более 20 лет. Но что-то интересное для себя там можно найти до сих пор. Будь то нелинейности или другие интересные детали. Вроде все те же уникальные действия для диалогов. Давайте так, если наберем 400 лайков, я сделаю видео на такую тему. Так я буду знать, что вам это интересно. Ну а на этом видео подходит к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки, а в комментариях напишите о нелинейностях в Мафии, которые мне не удалось обнаружить. Спасибо, что смотрели. Не болейте. Услышимся. Пока.